Открытая лаборатория инноваций «Победитель» и «Волги-2014». В этом году их победа помогает побеждать другим участникам. Для того, чтобы ярко презентовать свой проект, можно придать ему реальную форму. Нужно лишь принести свой макет, дизайнер воплотит его в 3D-модель, а 3D-принтер воплотит в жизнь. У всех на слуху 3D-печать, 3D-принтеры, 3D-технологии. Все знают, все считают, но мало кто видел или углублялся в это. Вот мы с целью не просто внедрить это все в массы, рассказать все, но и изобрести что-то новое, свое. Денис Шишкин – студент третьего курса сам ГТУ. Его конек – реинжиниринг. Технологии 3D-сканирования можно эффективно использовать в машинах и авиастроении. К примеру, если сломалась какая-то сложная деталь, а чертежей на месте не оказалось. Если ее руками моделировать, сидеть вручную, то это занимает очень много времени. На скидку, хороший инженер отмоделирует ее где-то за час. Однако есть такая технология, как 3D-сканирование, которая позволяет получить модель из облака точек буквально за считанные секунды. После сканирования специальное программное обеспечение склеит все фасеточные изображения, обработает модель и выдаст результат. Деталь точная. Погрешность составляет от 50 до 100 микрон. Останется лишь воспроизвести ее с помощью 3D-принтера. С помощью такой техники можно сделать и копию самого себя. Нельзя отсканировать только черные зеркальные прозрачные поверхности. Самый востребованный проект лаборатории на Иволге – прототип очков виртуальной реальности. Ребята сделали абсолютно бюджетный вариант. Он стоит абсолютно адекватных денег. Конструкция очень простая. Это обычная картонка, в которой вставляется телефон, заведомо включенная программа, так называемая игра, надевается и тоже погружается в мир виртуальной реальности. С помощью этого изобретения можно попытаться поработать над своими фобиями. Боязнь высоты, скорости, темноты можно победить, научившись управлять своим страхом. Правда, в момент нахождения виртуальной реальности мозг отказывается понимать ее виртуальность. В этом же шатре есть специальный уголок для радиолюбителей. Недавно ребята организовали целый чемпионат ПФО по летающим беспилотникам. В последний день форума его победители вновь взмоют в небо. Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События.